Обвалился-то вовсе не мост, а консоль тротуарной части. По данным экспертизы, причиной аварии на Шулявском путепроводе в Киеве стал бетон. Не выдержал нагрузки. Как прошел этот день на и под Шулявским мостом, узнаем от Ирины Баглай. Консоль разобрали, провели сварочные работы, сам мост сузили на полтора метра и перекрыли тротуары. Всю ночь на месте обвала работали эксперты. Вывод? Мост не аварийный. Не нужно тут сильно паниковать. Основные прогоновые будки и металовые части моста в нормальном, претендентном состоянии. Проблема есть в бетоне, который только сверху покрывает место, а не в самой конструкции. За контрольным тестированием пристально наблюдал мэр столицы. По мосту прогнали два груженных самосвала общим весом 66 тонн. Замерили колебания. Отклонений не зафиксировали и уже в обед разблокировали движение. Но не для всех. Грузовикам и фурам проезд до сих пор запрещен. Из-за обвала Киевавтодору поставили задачу проверить уровень аварийности еще 170 путепроводов. Пока же дорожники отчитались о результатах визуального осмотра. На сегодняшний день аварийных мостов в городе Киеве нет. Есть обмеженно придатные, такие как Шулявский шляхопровод. Это есть 10 споруд. Шулявский мост планируют укрепить опорами без ограничения движения. А вот о капитальном ремонте говорят уже не один год. Традиционно после очередного ЧП. Под ним не раз возникали пожары. Огонь, по мнению экспертов, и привел к разрушениям. Все споруды в городе Киеве, что установлены под мостами, под объектами транспортной инфраструктуры, в подземных переходах, должны быть демонтированы. Они несут потенциальную загрозу не только инфраструктуры транспорта, а также и житию Киев. Поэтому мафы в районе мостов и в подземных переходах снесут. Такое решение после ЧП приняла столичная власть. Теперь местная власть имеет моральное право посунуть всех этих мафиозников. Тем более, что даже в земельном кодексе есть статья про выкуп, вылечивание с мотивами общественной необходимости. За обвал на Шулявском мосту своими должностями поплатились двое чиновников. Кличко уволил своего зама по вопросам транспортной инфраструктуры и обратился к президенту с просьбой отправить в отставку главу Соломинской райадминистрации. А вот глобальные планы масштабной реконструкции обещают воплотить в жизнь до конца 2019 года. Точную сумму расходов пока не называют. По словам Кличко, нужно не менее миллиарда гривен. Ирина Баглая, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер.